Приветствую всех на канале Бажениты Омская область с вами я ее ведущий Влад сегодня попытаюсь снять репортаж для краеведа нашего района и не только района всей нашей области санькова михаила ивановича это он является автором вот этих вот книг бестселлер саргатское притяжение написал книгу и баженова любовь моя я сегодня коснусь темы циклит цикличности водных ресурсов михаил иванович скоро будет 80 дай бог ему долгих лет жизни и здоровья живет он не в нашем районе а в другом районе нашей области так как по состоянию здоровья он ездить по области не может нет такой возможности нужно ему видимо нужно прибегать помощи своих своего сына или внуков специально для него покажу как в этом году поднялся уровень грунтовых вод а соответственно соответственно поднялся и уровень вод в озерах и в речках которые соединяют озера нашего района сейчас я сегодня поехал в город и специально поехал по преображеновской дороге а назад постараюсь вернуться по павловской дороге и тоже покажу там сколько идет воды в нашу саргатскую речку идете калинского района сейчас я отъехал сколько здесь километров наверно 5-6 от села баженова и нахожусь возле речки которая вытекает из песчаного переходит займище и дальше значит проходит вот здесь частью болотинок озер и идет туда дальше впадает в мялкино а дальше там в озеро долгое вот михаил иванович посмотрите как поднялись воды вода под самую обочинной дороге сейчас я проеду дальше и покажу сколько еще там воды в этом году вроде бы снег это было мало и снег сошел рано а уровень грунтовых вод поднимается и поднимается вода идет и идет здесь по весне уже подсыпали дорогу вот вода аж до самой дороги щебенку подсыпали большие грузы вроде бы не ездят а все равно дорога проваливается сейчас я в другом месте еще остановлюсь еще покажу проехала маленько вперед до охот базы вон там охот базы и вот получается вот здесь куриминское озеро там дальше на упаковку не доехал еще но здесь вода тоже поднялась но не так сильно вот она труба ее видать она вся в воде но вода идет конечно он видно водоворот труба вся в воде сейчас на другую сторону перейду и тоже посмотрю сейчас покажу как рыба сколько здесь рыбы сейчас рыбу видно днем а представляю если это это ночью короче нужно сейчас сачком прям приезжать вон ну карась больше ладони слушай приеду на рыбалке рано утром сюда слышно как карась в камышах шелестит карась идет прям через трубу течение не такое не сильное слабое но с куримы идет дальше туда в сторону речки а в кривой идет ладно поеду дальше буду дальше рассказывать показывать доехал до края новопокровки сейчас со штатива сниму вот они зады новопокровки огороды и вот смотрим озеро и видно что озеро тоже уровень воды поднялся еще камыш желтый даже даже не начал ну вообще благодать на улице солнышко тепло сети собирайте и сюда на рыбалку до куремки я еще не доехал с другой стороны на упаковке нахожусь сейчас остановился покажу как озеро разлилось с этой стороны вот разлив сейчас видать у рыбы самый нерест здесь огорожено здесь фермер теличенко с конями занимается вот его фазенда видно да как вода разливается сейчас я поближе сниму коней вода под самую дорогу там молодняк уже лежит отдыхает вода так поднялась что столбы начали валиться ну это старая линия это видать еще это связистов но все равно столбы на бетонных пасынках и грунт не выдерживает валятся столбы начну снимать сейчас потому что если подойду ближе слышно уже ничего не будет там я сзади машину бросил в общем по эту сторону проехал я дальше от новопокровки вот Курима озеро Куриминское а с Куриминского озера дорога рассекает вот сейчас будет уже хуже слышно проще показать какая вода какая здесь труба я даже не знаю насколько ну сотка это точно это с Куримы идет вода в Куремку а дальше видать она пошла на саргатку я дальше поеду я с Омска когда буду возвращаться поеду через Павловку и покажу какой поток воды идет с Куриминского района в наш район ну видать да сейчас я на ту сторону перейду перепад уровня воды ну сантиметров 50 тут уже весной подсыпали ровняли щебенки насыпаны и все равно на Большегрузии тут не проедешь короче сачком сюда приезжайте и ловите рыбу словами не перескажешь карась ну шустрый блин я не знаю тут его сложно поймать сачком не возьмешь водоворотом затягивает его туда а он туда и назад идет в озеро величиной с ладонь карась еще раз сюда подойду просто с другого угла чтобы видно было слышно и видно да ладно я дальше поеду дальше идет Преображеновка а тут перед самой Преображеновкой тоже через дорогу уже асфальт лежит труба бетонная бетонная и ручей его тут никогда видно то не было и знать не знал что здесь ручей идет какое-то озеро запреображено я не знаю даже как называется а тут короче идет вода в Куриминское озеро впадает сейчас я на трубу зайду и будет видно ну тоже вода чистая здесь но рыбы нету не видно нет малек какой-то идет если поехать по старой городской дороге не доезжая Преображеновки сразу выйти через гриву туда вот где была ферма сейчас ее нету фермы там не проедешь там и на коне верхом и то можно пройти а так больше никак не пройдешь короче вода поднялась сильно прежде чем идти по сухой траве надо блин брызнуться на всякий случай сейчас самое время у клеща уже что-то мало ну ладно чуть-чуть хватит отпугнуть его проехал я Преображеновку дальше дорога уже хреновая пошла ну здесь небольшой участок до Тамбовки ничего потихонечку проеду здесь вот что был я не знаю ток наверное нет ток в стороне что здесь был такой или газовый участок Преображеновки на плиты залез сейчас покажу старую городскую дорогу и там видать кто-то хотел проехать с селками сейчас поближе сделаю ракурс и будет видно там еще палит поле обработанное видать подготовлено под посев сегодняшний день поля все востребованы здесь работают птицефабрика Любинская и вот там дальше сейчас попробую приблизить вижу старая городская дорога и видать пытались проехать протащить сеялки а ну-ка сейчас как тут видно будет все видать протащить не может встал вон она старая городская дорога видно что ездили но в том месте где вода там проехать невозможно вон там мужик возится работает работает отъехал я от преображеновки на асфальт здесь дорога хорошая ровно можно остановиться и здесь нужно остановиться каждому проезжающему почему сейчас объясню вот там за моей спиной видно место богоявления на нашей саргатской земле на этом месте стоит часовня сейчас я приближу и покажу слава тебе господи что появился на нашей земле везде трава выгорела а возле часовни нет вот она часовня ладно дальше поедем видно где я да со стороны преображеновки приехал нахожусь возле тамбовки вот сюда в эту сторону дорога в тамбовку подходит а в ту сторону нужно ехать на верблюжье ближе к ртышу если посмотреть внимательно видно купол храма вот деревня вроде маленькая а церковь есть приход есть и службу там несут сейчас я поближе подойду и покажу как вода подошла к намбовке здесь и в прошлом году года два-три назад копали одну трубу положили вторую трубу и вот видно как вода идет мальков полно ротана со стороны идет вода со стороны любинского района чтобы тамбовку не затопило в самом низком месте специально сделали там вот одна труба бетонная лежит но она высоко а тут вторая труба лежит тут было целое мероприятие чуть ли тамбовку не затопило ну-ка вот с этой стороны по свету лучше будет видно вот а дальше идет вода туда дальше и все это стекается в Саргатскую речку ладно поеду я дальше где бетонная труба посмотреть а бетонная то ли забита то ли что труба с нее вода не идет ладно дальше поедем синтетику жарко невозможно озера появились там где я их не помню это вот от тамбовки да по асфальту едешь не доезжая преображено от тамбовки на верблюжье не доезжая км 2-3 озеро здоровенное блин я не помню такого обычно здесь все ездили косили а смотри вот вода какая большая и идет с Любинского района вода сейчас дальше поеду сейчас я поближе озеро покажу вот я сейчас на профиле стою сейчас озеро приближу как оно называется я даже не знаю это нужно по карте смотреть но воды много его даже не видно края его идет туда дальше в Любинский район обычно по низу ездили а тут сейчас по низу не проедешь ладно дальше поедем назад поехал другой дорогой не поехал через Преброженовку поехал по Тюкалинской трассе через Павовку сейчас я только с асфальта свернул дальше идет грунтовая дорога километров 20 с небольшим я просто сейчас повернусь и покажу указатели видать указатель да километраж сколько до Омска сколько до Тюмени и вот с этой стороны другой указатель сейчас тоже покажу проезжаю я Павловку и сейчас стоит остановиться показать о кошмар прошел КАМАЗ пылеще невозможное дороги не видно сейчас остановлюсь покажу фермер у нас тут ведущий в районе ездит зерно сдает по асфальту запретили ездить так вот по грунтовой дороге со стороны Михайловки выезжает сразу на Тюкалинскую трассу но это ладно работать всем надо что же сделаешь так сейчас проехал Михайловку и специально остановился показать вот здесь дальше идет Тюкалинский район а на другую сторону уже наш Саргатский район и вот со стороны Тюкалинского района я не знаю как это озеро называется возле Павловки но в общем там вода сильно поднялась и получилось что вода подошла к профилю поднялась очень сильно в этом месте положили поклали трубу металлическую сейчас подъем к трубу к трубе я покажу что там делается вообще уровень воды спал было больше вроде и снега было мало а воды все равно много вот как подходит вода труба лежит насыпали щебенки чтобы можно было переезжать а сейчас с другой стороны я подойду и покажу какой поток воды тут вообще кошмар видно и вот так вот все лето не прекращается вот она цикличность цикличность водных ресурсов сейчас поеду дальше доеду до Михайловки там тоже выйду покажу а еще сначала Лебяжи буду проезжать тоже покажу Лебяжи как там уровень поднялся Лебяжи озеро Лебяжи начинается только проехал Николаевку и все сразу же начинается вода сейчас я вот покажу просто вон видно а на дороге тут вообще кошмар ой 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 как бы проехать проехал проехал я Николаевку дальше поедут леса и вот по этой стороне по левой если ехать в сторону Михайловки уже начинается озеро Лебяжье оно высыхало же практически ничего там не было чтобы до воды добраться нужно было от охот базы на понтонах специальный мост был и чтобы выйти было на воду на чистую заплыть а сейчас вода так поднялась что она дошла аж до самого профиля вот видно вода какая стоит а на этой поездки вот по другой сторону то можно было по прямой дороге выехать на песчаные вот здесь вот тоже болотина если съедешь то дальше в лесах там стоит везде вода там проехать невозможно буквально лет пять назад косили сено и травы приезжали со стороны текалы забирали у нас сено в настоящее время не проедешь в прошлом году уже нельзя было проехать а в этом году тем более ладно поеду дальше я покажу какое озеро возле Михайловки вот оно Лебяжье вот до самого профиля вода стоит и утки плавают здесь уже уже все кустарник весь вымок вот нужно это все вокруг Лебяжьего едем до Лебяжьего еду метров шестьсот наверно семьсот вода и вода под самый под самый профиль под самую дорогу сейчас от Лебяжьего я поворачиваю в сторону Михайловки покажу что там в Михайловке вон уже Михайловку видать большегрузами всю дорогу раздавили грунтовую вот здесь лес лес весь в воде туда не пройдешь доехала до Михайловки тут на задавку Ваньки Тимкова показываю какое озеро и уже не было практически все высыхало и вот как вода поднялась он даже сейчас подъедет мы посмотрим не знаю на лодке на моторной идет на резиновой лодке с мотором идет не на весну вот такое вот огромное озеро сейчас я приближу его посмотрю что он там делает на моторке а кто это даже не знаю ну рыбак так просто плавать не будет по озеру сейчас подойдет поближе посмотрим что наловил добрался я до Баженова сейчас я Михаил Иванович покажу озеро в общем на вашей улице я стою сейчас за мной будет ваш дом я его покажу видно видно да сейчас я камеру в руки возьму и сделаю обзор вот размеры озера можно подойти поближе посмотреть до куда оно дошло вот вот Михаил Иванович ваш дом сейчас поближе к озеру подойду поближе к воде подошел сейчас обзор немножко сделаю вот видно да как озеро поднялось вот задачу вашего дома Михаил Иванович будете смотреть репортаж в конце вот в этом месте написано в красном квадратике подписаться вы нажмите подпишитесь есть если не зарегистрировались вы зарегистрируете вот и там же такой значок понравилось или не понравилось тоже откните туда курсором если понравилось то мне будет плюс если не понравилось то будет минус вообще вам нужно зарегистрироваться и пишите комментарии к моему репортажу просите что сделать что бы я вам показал делайте заказ я с удовольствием для вас сделаю другие репортажи Ну а всем, кто смотрел мой репортаж о цикличности водных ресурсов Саргатского района, сделан по инициативе автора книги «Саргатское притяжение» Санькова Михаила Ивановича. Приветствую Михаила Ивановича еще раз. Всем до свидания, всем пока. Подписывайтесь на канал Бажаниты.